В Беларуси, недалеко от Минска, компания OneArsen International модернизировала производственную линию действующего комбикормового предприятия, входящего в состав агрокомбината Дзержинский. Новая линия монтировалась, а при этом предприятие продолжало производить комбикорм. Только на один месяц производство было остановлено. Это было необходимо для присоединения новой производственной линии к существующим бункерам сырья и готового комбикорма и запуска новой линии. OneArsen известен своим опытом в модернизации комбикормовых производств, а машины OneArsen своей компактной конструкцией, позволяющей их установку в существующих зданиях с ограниченными пространствами. Железобетонное здание комбикормового завода было в удовлетворительном состоянии, и в нем было достаточно свободного места для размещения новой производственной линии OneArsen. После подсоединения к существующим силосам и запуска новой линии, старая производственная линия была демонтирована. Освободившееся пространство было использовано для размещения линии напыления и второй линии гранулирования. Модернизация доказала свою эффективность. Капиталовложения были значительно снижены в результате использования существующих инфраструктуры, здания, бункеров хранения сырья и бункеров готового комбикорма. В результате в существующем железобетонном здании были обеспечены чистая и незапыленная среда для достижения оптимальных санитарных условий, комфортные производственные условия. Зимой температура наружного воздуха может падать до минус 25 градусов Цельсия. Конечный результат модернизации – современная производственная линия, характеризующаяся высокой производительностью и гибкостью. Она обеспечивает производство высококачественного комбикорма. Негорельский КХП является филиалом агрокомбината «Дзержинский» и производит комбикорма для бройлеров, родительского и прародительского стада кур. Поставка сырья производится автомобильным и железнодорожным транспортом. Сырье хранится в существующих силосах. Минеральное сырье поступает в биг-бегах и хранится в шести новых бункерах, установленных на свободной площади между существующими силосами хранения сырья и старой производственной линией. Сырье очищается с помощью барабанного зерночистителя и магнита. Каждый вид продукта из силосов точно дозируется и взвешивается в весах 2000 кг, представляющих собой продолговатый контейнер. Дозирование минерального сырья производится на весах 500 кг. Вертикальная транспортировка сырья и полуфабрикатов на верхние этажи производится с помощью норий. Датчик, установленный на нории, регистрирует движение ковша и в случае смещения или разрыва ленты выдает аварийный сигнал. Горизонтальная транспортировка продуктов производится с помощью цепных конвейеров. Задвижки регулируют подачу продукта в требуемый силос или бункер. Такие микрокомпоненты, как, например, премиксы, поставляются в небольших мешках и засыпаются вручную в дозировочные бункера микрокомпонентов. Система дозирования малых компонентов SID применяется для дозирования от весов до 200 кг. При необходимости дополнительные микрокомпоненты могут дозироваться вручную. Сырье дробится в дробилке. Используемый для дробления воздух очищается через фильтр. В смесителе все компоненты перемешиваются в однородную смесь. Микрокомпоненты вводятся непосредственно в смеситель, минуя дробилку. Дозирование масла также производится в смесителе. Первым шагом процесса гранулирования является термообработка муки путем добавления пара в смеситель. Обработка паром необходима для оптимизации процесса гранулирования с точки зрения энергопотребления и качества гранулы. В кондиционере с длительной выдержкой LTV мука проходит санитарную обработку. Патогенные организмы, как, например, бактерии сальмонеллы, уничтожаются. В двух грануляторах мука прессуется в гранулы желаемой толщины и длины. Вторая линия гранулирования была приобретена агрокомбинатом Дзержинский у другого поставщика на несколько лет раньше, но не была установлена. Понимая эту неприятную ситуацию, Ван Арсен предложил интегрировать ее в план модернизации и позаботился о ее установке. До того, как новые производственные линии были установлены, здание должно было быть усилено с учетом нагрузок нового оборудования. Были установлены металлические опорные балки и новые отверстия были вырезаны в усиливаемых полах. В противоточной охладительной колонке гранулы охлаждаются до температуры на 5 градусов выше температуры окружающего воздуха. Воздух всасывается внутрь через отверстие в днище охладительной колонки. Подаваемый на охлаждение гранул воздух фильтруется в изолированном циклоне. Уловленная пыль возвращается в гранулятор, а отфильтрованный воздух выпускается через крышу. Если необходимо, гранулы измельчаются. Затем гранулы или крупка просеиваются для удаления пыли. На линии напыления на холодные гранулы или крупку могут быть дополнительно нанесены жир, вода и теплочувствительные компоненты, например, ферменты для оптимизации питательной и энергетической ценности комбикорма. Гранулы и крошка транспортируются в существующие бункера готового комбикорма или расфасовываются в небольшие мешки для продажи местным подсобным хозяйством. Из существующих бункеров готового комбикорма конечный продукт поставляется на собственные птицефермы насыпью автомобильным или железнодорожным транспортом. Управление комбикормовым производством осуществляется система автоматизации ВАН-Арсен. Данная система автоматизации предусматривает четкие визуальные отображения с инструментарием для оптимизации и анализа проблем. Все эти свойства системы находятся в пределах щелчка мыши и операторам нет необходимости переключать программы для выполнения различных задач. Для обеспечения оптимальных санитарных условий пыль во всех транспортных системах постоянно отсасывается и на этажах обеспечивается отсутствие пыли. Модернизированная производственная линия агрокомбината Дзержинский является еще одним доводом в пользу таких капиталовложений, которые имеют конкретную практическую пользу. Эта современная производственная линия обеспечивает более высокую производительность, не менее 20 тонн в час. Большую гибкость в обращении с сырьем и разнообразие за счет добавления отдельного участка дозирования с шестью бункерами для минерального сырья и оборудования дозирования микрокомпонентов и премиксов. Производство высококачественного комбикорма без присутствия в нем сальмонеллы благодаря установке на линии гранулирования кондиционера с длительной выдержкой LTV. Оптимизация рецептур за счет добавления после оборудования гранулирования линии напыления. Более высокая эффективность при наличии меньшего количества работников с помощью системы автоматизации с дополнительными возможностями. Для агрокомбината Дзержинский компания OneArsen является важным звеном в реконструкции его комбикормового производства.